По итогам работы экономики за 9 месяцев выполнены 4 качественных показателя. Это уровень средней зарплаты выше 1000 рублей, положительное сальдо внешней торговли более чем полмиллиарда долларов, приток иностранных инвестиций на миллиард 300 миллионов долларов в проекты «Великий камень», биотехнологическая корпорация «Иславкалий» также вдвое выросла чистая прибыль предприятий реального сектора. Но ситуация в экономике не устраивает правительство, заявил премьер Сергей Румас сегодня на заседании Совмина. Производительность труда отстает от динамики увеличения зарплат, не достигнут прогноз по росту ВВП и экспорту. Отклонение по ВВП составило примерно два пункта, но здесь уже много раз называвшиеся причины, связанные с грязной нефтью. Второй квартал – это отмена поставок темных нефтепродуктов из Российской Федерации, и это падение экспортных цен по энергетической группе товаров, калийные удобрения, нефть и нефтепродукты. Поэтому, конечно, учитывая их долю в структуре нашего экспорта, одномоментно на горизонте одного-трех кварталов перекрыть такое падение невозможно. В этом году в общую копилку ждут прибавки от сферы услуг, в том числе транспортных, сельского хозяйства, а также розничного товарооборота, которые в этом году показывают хороший спрос при стабильной ценовой ситуации и уровне инфляции в рамках прогноза.